снимаю я снимаю значит ковыряюсь в этих юбках снимаю никого не трогаю и вдруг вырастает перед мной носом такой мужик говорит мне мадам потому что как я уже сказала я люблю тащить в дом всякий хлам потому что у меня в доме нету хлама недостаточно значит всем огромный привет сегодня мы идем секонд-хенд ой сегодня мы идем секонд-хенд я понимаю что я хожу по кругу секонд-хенд юникло у Масима Дути и юникло секонд-хенд H&M но я как бы снимаю то что больше смотрят я смотрю по статистике моего канала и то что больше смотрят то я снимаю я здесь очень много магазинов других которые я люблю но я не знаю как то не очень смотрятся они или ну в общем я еще хочу сходить в том хилл фиггер хочу сходить банан репаблик это у нас очень популярные магазины я не знаю если они у вас есть есть магазин гэп еще ну в общем много чего есть и напишите мне что бы хотели в какой магазин вы бы хотели я могу сходить в лакшери какие-нибудь бренды в общем майкл корс всякое такое вот собралась значит начал записывать это вступление возле меня остановилась машина и не были две дамы во-первых они когда увидели что я значит телефон снимаю себя они ставились таким недобрым вот ну и мне как-то стало неловко я так телефон опустила хотя в принципе надо было конечно если ты блогер такой же перед на предстоятельный блогер надо перестать стесняться на самом деле и вот они значит я опустил телефон не думаю ну пусть они выйдут из машины я потом посниму и вот они значит люди выходили из машины минут десять но сейчас я такое еще ни видела они они вышли они долго что доставали они долго разговаривали потом они все доставали из багажника потом они подошли к моему что я просто разговорить они вернулись и наше что положили снова другой что достали потом вспомнили вернулись достали маски все это периодически значит глядя на меня и так что чеке вот i'm doing ну как бы проверяешь дело в машине записывай себе ли не там было очень любопытно они пошли в тот же магазин что я сейчас они будут мне попадаться на пути Ну, бог с ними, ладно. Все, девчонки пошли и будем смотреть, что там есть. У нас, да, ввели уже маски, обязательное ношение масок в любых закрытых помещениях. Так что я вот со своим другом... Я, кстати, маску свою забыла, и хорошо, что в машине лежала какая-то маска. Я просто не знаю, кто им до меня носил. Я думаю, что мой сын больше некого, потому что он ездит в моей машине сейчас иногда. Ну, все, пойдемте. Итак, что же нас ждало в магазине? Ну, начинаю я, как всегда, с украшений. Моя любовь винтажная, не винтажная, всякие разные, я люблю их все. Вот шикарнейший браслет, но стоил он 10 долларов, и как-то так для секонд-хенда это многовато, тем более, что он никакой не брендовый, ничего. Много было очень украшений, немного находок, но тем не менее, я кое-что купила, в конце вам покажу. Тоже вот брошь такая с голубыми камнями, похожая на камни на браслете. Не показалась она мне очень привлекательной. А вот смотрите, какие смешные клипсы, жирафы, такие прикольные, очень симпатичные. Продолжала я рассматривать, много было разных бус. Вот эти вот бусы с натуральными камнями, как мне кажется, что это натуральные камни. Черепашка, вот всякое разное интересное, какие-то кулоны, медали. Вот это что-то такое канадское, символика с канадским флагом, кленовым листом, вернее, канадским. Вот эти вот запонки, слушайте, я подумала, это серьги, так обралась, такие красивые, а потом оказалось, что это запонки. Вот еще броши. Я не очень понимаю, они винтажные или нет, но выглядели довольно такими старенькими. Но вот это, посмотрите, какая красавица, как она сверкала и переливалась. Прямо просто такие камни-камни. И вот это с розовыми цветочками. Я ее не купила, но пожалела потом, когда смотрела. Очень приятный кулон, такой тоже, знаете, бежево-коричневых оттенков. Интересное сочетание, красивая брошь с жемчужинами. Вот клипсы блестящие очень. Вот эта брошь промелькнула, а мне показалось, что она винтажная, но в ней не хватало камушков. Кстати, очень много деревянных украшений, на мое удивление. Вот это вот я хочу вам сказать, это очень видно, что это винтажная вещь. К сожалению, она была одна. Это клипсы. Я долго рассматривала маркировку на ней, не могла понять, что это и откуда. В общем, я еще слепая такая. Ну, в общем, потом при увеличении, сейчас я увидела, что это из Германии. Маркировка Germany. И очень тоже такое интересное колье с, знаете, двойным дном. Вот тоже рассмотрела, что оно корейское. Интересное было оно такое, знаете, сверху. С обратной стороны сделано красиво. Это редко. Вот тоже красивая брошь, тоже с маркировкой. Тоже я долго не могла понять, что здесь написано. Читала, читала, вчитывалась. Но я вам потом покажу. Я ее, кстати, купила и покажу. И я вроде бы прочитала, что это за бренд, что это за маркировка. Очень смешная брошь, такая леечка. Здесь написано про то, как ваш садик расцветает. Вот я уже перешла в сумки. Это сумочка вечерняя, очень милая. Не хочу открывать секреты, но я тоже ее купила. Вот это очень интересная сумка Nike. Я такого дизайна никогда не видела. Вы с вышивкой коричневая сумка по голубым выше стана и красные там цветы. Много было поясов. Вообще очень-очень много поясов разных, всяких. Очень необычных, оригинальных. Я их тоже рассматривала. Вот это, например, очень интересно. У него застежка сделана, как бы такая пуговица пришита. И на эту пуговицу он закрывается. Я не купила его, потому что он был очень большой. С поясами проблемы очень больших размеров. Как правило, они великоваты мне, значит. Переместилась я в юбки. В юбках цены такие, знаете, не демократичные для секонд-хенда. Я бы сказала, знаете, там 12, 13, 14 долларов для юбки секонд-хенда. В Заре сейчас на сейле можно за 13 долларов купить совершенно новую юбку. Никакой не секонд-хенд. Вот это вот J.Crew. Это довольно известная, хорошая фирма в Северной Америке. Она довольно известна и популярна. Вот эта юбка бело-бежевая такая. Бренд я так и не разобрала. Читала, читала, не поняла. Много букв и непонятно. Вот это вот сочетание коричневого с голубым. Мася Мадуте было очень много в этом году. Это, кстати, на Инвест. Это тоже хороший бренд. Они очень известны обувью своей. Но вот вещи тоже делают. И классическая такая черная юбка с белой прострочкой. Ну, такая классическая офисная юбка. Вот эта тоже симпатичная была юбка. Черная с цветами цветы и вышивка. Это не расцветка на ткани, а вышита нитками. Ну, как вы видите, цены такие, кусачие. Бренд какой-то, что-то я не знаю, никогда не слышала. Но, видимо, существует он. Да, конечно. Вот коричневая юбка подобная тоже. Коричневого цвета тоже с этими цветами. Не ткань, не цветы, а вышивка. Очень смешная юбка. Прям настоящая шотландка. Шотландка, клетка. И вот эти вот застежки кожаные. Бахрома сбоку. Плессировка. Ну, в общем, расцветка такая потрясающая. Знаете, очень яркая такая, интересная. Вот эта юбка мне очень понравилась. Но она была очень большого размера. Стоила она недорого. Восемь, по-моему, долларов не вижу. А Ван Хьюсон – это очень известная американская компания. Дорогая довольно. Еще одна юбка. Очень красивые расцветки. Цветы красно-белые. И бренд не вижу. Не заметила. Ну, и, конечно же, Animal Print. Очень тоже интересный Animal Print с красными вставками. Эллен Трейси – это тоже известная американская компания. Довольно популярная у нас тут. Короче, девочки, у меня случился страшный облом. Сегодня не мой день. Снимаю я, снимаю, значит, ковыряюсь в этих юбках. Снимаю, никого не трогаю. Скромная, тихая женщина. И вдруг вырастает перед моим носом здоровый такой мужик. В маске, естественно, как всем еще. И говорит мне, мадам, я так, знаете, сразу испугалась. Думаю, так, на мне вроде маска на мне одета. Пока ничего не стибрила еще. Значит, может, он подумал, что я что-то стибрила. Может быть, я... В общем, короче, у меня, знаете, как вот как-то сразу я так напряглась. И он мне говорит, вы знаете, что вы не имеете права снимать в магазине? Я говорю, опаньки, ну вот приехали, что называется. Я в этом магазине сто раз снимала. Я в любом магазине снимаю, и мне никто ничего, ни слова не говорит. И в этом магазине я снимала. Вы видели, все мои видео были сняты в этом самом магазине. Это Валия Виллач в городе, где я живу. И я вспомнила, у меня Оля из Финляндии. Она мне спрашивала, вам в Канаде разрешают снимать магазин? Я говорю, да. А потому что у них не разрешают, у них как-то там строго все. А я так, да, снимать не хочу, у нас никто ничего не говорит. И действительно, я всегда снимала. И в общем, короче, в этом же магазине сто раз снимала. И я говорю с каких-то пор, он говорит, в общем, всегда. Я говорю, серьезно. Я говорю, а в чем проблема, собственно? Мне просто интересно как бы. Он говорит, ну вот у нас такая политика магазина. Я говорю, что почему? Он говорит, потому что. Я говорю, это не ответ. Я так со своими детьми разговариваю. Почему? Потому что это не ответ. Когда я что-то спрашиваю. Он говорит, ты должна получить разрешение менеджера для того, чтобы снимать магазин. Окей. Я, конечно, могу пойти к менеджеру и сказать, что, ребят, я там, у меня блог. Я не знаю, если это причина для того, чтобы разрешить снимать в магазине. Я могла это сделать, но я уже не хотела заморачиваться. Вот, потому что я разозлилась, расстроилась и, в общем, короче, не знаю прям, что-то, что-то такое. И, в общем, не мой день. То тетки вот за меня стояли и пялились на меня из машины, то дядька меня выгнал, не выгнал, вернее, из магазина. Он какой-то там начальник, запретил мне снимать. Я расстроилась, потому что я люблю снимать в секонд-хендах. Вы любите смотреть, как я снимаю в секонд-хендах. Поэтому я не знаю, прям, что делать или тихонечко где-то нарушать. Потому что я так, знаете, ходила с телефоном, махала, даже не думала прятаться, потому что я уверена, что все нормально, как бы. Но, может быть, я буду прятаться или надо подождать, пока откроют примерочные, и тогда уже там примерочных снимать, примерки. Потому что вот так по магазину ходить, это как-то, ну, не знаю, в общем, посмотрим. Я говорю, это только в вашем магазине или это в полисе всего вашего чейна, всех ваших магазинов? Он говорит, ну, в общем, короче, вот тут что-то мямлил, он долго мне знает. Что ему мешает? Я вообще не понимаю, вот этой вот полисе нельзя снимать в магазин. Я не понимаю, это какой-то бред, глупость. В общем, я злая, расстроенная. В общем, я решила, я вам сейчас быстренько покажу, что я почти ничего не купила, потому что я разозлилась. Вот, я сейчас вам прямо здесь быстренько покажу, не буду уже делать новое видео из дома, что я купила, потому что ничего такого, примерять не будем. В общем, там купила несколько украшений и одну штучку такую. Люблю, хлам, точно. Ну, сейчас вам покажу. Короче, вот такой мне дали мешок. Такой у нас дает бумажный мешок, рейсайклабл. Видите? Шоп, рейс, в общем. Короче, все, все очень, все очень экологически чисто. То есть, как все в канате. Так, давайте смотреть. Сейчас я все это высыплю, что-то у меня есть и вам покажу. Вот такая прекрасная картина. А чего я решила снимать из машины? Я не принесла это все домой, не сняла дома, афиг его знать, я не знаю. Вот как-то уже села, а не так жарко, что надо было, конечно, это делать из дома. Но я уже вот, я чуть расстроена, и поэтому я совершаю какие-то нелепые поступки. Но не важно. Значит, давайте, ну, то, что вы видите, вы видите. Значит, первое, это милейшая, прекраснейшая такая хорошенькая-хорошенькая сумочка. Она такая атласная, с такой ручкой, с шариками, с бисером. Стоила она... Стоила она 7 долларов. И она мне очень понравилась, вечерняя сумочка. В общем, вот так вот она открывается, вот такая она внутри. Внутри у нее эта вот ручечка такая длинная. Сейчас я ее еще покажу. Ай-яй-яй! То есть, в общем, вот так. Ее можно повесить в шнурочек какой-то немножко порыбаный, конечно. Ну, ладно. Собственно, я не собиралась ее носить на шнурке. Я даже не видела, что она там есть, если честно. Мне очень понравилась сама идея. Вот с такой вот ручкой. Хороший размер такой, знаете, в нее влезет, влезет телефон и все. Так, следующий, пойдемте, значит, этого сумка. Я не знаю, отсвечивает, видно, не видно. Дальше. Ой, жарко. Фу-фу. Че-то я... Короче, значит, купила бусы. Я думаю, что это... Что это бирюза с гранатом. Стоили они 4 доллара. Вот такая вот застежка. Я очень люблю сочетание бирюза с гранатом. Это мое любимое сочетание. Красное с голубым. Ну, правда же, красивые. Дальше. Купила вот такую вот чудесную, милую брошечку. Вы знаете, как я люблю брошечки, роза. Стоит она 7 долларов. Очень-очень такого, знаете... Смотрите, как она сделана. Че-то там пыль внутри, наверное. Ну, мы почистим. Никаких маркировок я не нашла на ней, искала. Думала, может, какой-нибудь этот. Потому что цена такая... Вообще, цены меня поразили. Вообще, вы видели, я там снимала. Господи, по-моему, уже не в Секонд Хэнде. По-моему, в магазин пойти на селе можно купить, наклеиваться дешевле, чем сейчас в Секонд Хэнде. Ну, тем не менее. Хорошая, красивая брошечка. Я думаю, что она современная. Она очень в таком хорошем состоянии. Но мне понравилась она. И эта штучка стоила 4,99-5 долларов. Такой миленький котейка. Смотрите, какой хороший цепотик. У него зеленые эмалевые глазки. Мы симпатяга. Люблю вот такие вещи. Тоже никаких на нем маркировок не нашла. Хотя надо поискать. Если найду, скажу вам. Трудно искать с этой штукой. Меня смотрят девочки, которые понимают винтажи. Очень хорошо. Девочки мои. Они, кстати, из Канады. Скажите мне, что вы думаете про мои покупки. Потому что я знаю, что вы разбираетесь. Вы понимаете. А я чисто любитель. Красиво-некрасиво. Это все, что для меня важно. Вот. Потом. Еще одна брошка. Стоила 6 долларов. У нее очень красивые. Видите, такие как... Я даже не знаю, как кабошоны из такого бежевого и коричневого цвета. Я не знаю, с чего они сделаны. Мне нечем постучать. Но она такая тяжеленькая и очень такая увесистая. И что? Вот в ней есть какая-то маркировка, но я не могу прочитать. Вот здесь вот что-то написано. Я, может, приду домой. Хорошенечко рассмотрю, прогуглую и напишу вам, что это за бренд. Ну, вот, насколько я поняла, это бренд Батлер. Развестный канадский бренд. Не знаю, насколько винтажная эта брошь. Но вот мне так кажется, что это Батлер. Брошь, кстати, были очень... Еще были симпатичные одна брошь. Явно винтажная. Но у нее были потеряны некоторые камушки. А я не настолько обладаю возможностью восстановления вещей винтажных, чтобы купить их. Потому что я уверена абсолютно, что я бы не справилась с этим. Вот такие серьги. Следующие, значит... Ну, вы знаете, как я люблю зеленый цвет. А это такая зеленая эмаль с золотом. Стоят они 4 доллара. Тоже очень красивые. Посмотрите. И тоже на них ничего нет. Ну, сзади они сделаны довольно так, понимаете... Ну, так чувствуется качество. Видите? Труба мне показывать. Может, сейчас я сниму с бумажки и покажу вам. Вот. Ну, красота. Видите, так эмаль красиво нарисована. Нанесена как будто бы это... Как будто бы это стекло. Очень красиво сей. Потом вот это... Это было моя, конечно... Смотрите. Это клипсы. Огромные. Я сорока. Я не могла их оставить. Блестят и переливаются. Они так, что просто... Ну, у меня есть несколько красивых коричневых пылатьев. Я подумала, что у меня будет очень некрасиво выглядеть с ними. Стоили они 6 долларов. И я вам хочу сказать, что это, да, очень-очень винтаж. Я вижу это по... По... Видите? Оно прямо видно, что они не новые. Сейчас я вытащу. Во-первых, клипсы. Клипсы уже говорят о том, что это винтаж. Во-вторых, это явно, видите, старая... Видно, что это не новая вещь. Вот эти вот подушечки, которые сейчас уже давно никто не кладет. Да, тоже маркировок никаких нету, но посмотрите, какая красавица. Не могла пройти мимо, не могла оставить. Это, что касается украшений. Все. Купила два пояса. Вот этот пояс. Каждый из них стоит... Этот стоил 6,49, 6,50. Очень тонкий. И я уверена, что он кожаный. У него здесь была отрезана, видите, этикетка. Но я абсолютно уверена, что он кожаный. Очень хорошо сделан, хорошо прошит. Красончик у него такой, что, видите, у него два таких хвоста и две серебряные пряжки, которые нужно застегивать. Он очень красиво выглядит. Очень, очень такое хорошее качество. И очень хорошо, видите, видно, что хорошие швы. И видно, что это что-то такое неплохое. И он в прекрасном состоянии. Еще один пояс я купила. Он тоже стоит 6,50. Просто такой плетеный. Может, кто-то вокруг меня опять ходит. Серебряная пряжка. Немножко надо помыть. Она такая похезанная. Я не знаю, что он кожаный. Вот я не пойму, что тут тоже никаких познавательных знаков. Но, видите, вот швы сделаны так аккуратно. Плетеные. Мне чем нравятся плетеные пояса, что в них не нужны дырочки. И можно абсолютно на любую, так сказать, поправить, похудеть. Любой, так сказать, размер вам подойдет. И цвет очень красивый мне понравился. Вот. И вот такую вот я купила штуку. Потому что, как я уже сказала, я люблю тащить в дом всякий хлам. Потому что у меня в доме нету хлама. Недостаточно, значит. Я не знаю, что это. Такая банна джакузи. Сделана из... Значит, стоила она 4,99. Здесь вот такая вот штука. Мне просто очень понравилось вот этот оп. Я не имею понятия, для чего это. Что с ней делать. Для чего вот это вот. Девчонки, опять же, кто понимает винтажи, объясните мне. Может быть, вы мне расскажете. Но я не могла пройти мимо вот этих вот львов. И вообще, как бы, я... Мне просто захотелось понять и узнать, что это такое, для чего. А для того, чтобы это сделать, я должна была ее купить и принести домой. Кроме всего прочего, у меня есть какие-то загадочные символы. Значит, это... Сейчас я вам скажу, что это. Не с этой стороны. С какой-то стороны я отлепила, и было видно, что это такое. Вот. Это, значит, вот такая вот штука. Я даже не понимаю. СМ. СМ. В общем, не знаю, что это. И тут еще есть, где-то я видела цифра 3. Вот видите, цифра 3. Покорила меня загадочностью эта вещь. В общем, короче. Я предполагаю, что это какой-то соусник. Видимо, сюда нужно класть какую-то ложечку или что-то такое. В общем, ну, я про себя сказала, что это ванночка такая для... А может, это для мыла. Может, это вымница какая-то. Ну, в общем. Вот такой мой улов. Не знаю, что вы думаете. Девочки, которые меня смотрят, которые понимают в винтаже. А у меня есть точно абсолютно две мои подписчицы. Я их подписчица. У них тоже свои каналы. Я, кстати, вам оставлю под мои видео их каналы, их линки на их канал. В общем, это канал Марины Евсеевой и канал Лены из... Елены из Квебека. Я оставлю вам линки, потому что я хочу посмотреть прекрасные девочки. Девочки, напишите мне, что вы думаете про мои покупки. Только напишите мне правду. Я знаю, что вы очень интеллигентные и очень деликатные девчонки. Вот. Но, тем не менее, напишите мне, что вы думаете. Все, девочки, до встречи в следующем видео. Люблю, целую. Я сижу в машине, снимаю. Мне жарко. Я сейчас сдохну от жары. Все, пока-пока. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Бай-бай-бай. Бай. Бай-бай. 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 Бай-бай.